Один из священников, из батюшек, как так называемых, я точно не знаю, как их правильно называть, но вы понимаете, что это за люди. И что-то там маслом мазали лоб и давали булочку с вином. Это вот какая-то такая была служба. Несколько раз я был на таких церковных мероприятиях, там на крещение тоже был. То есть я как бы с церковью знаком, потому что я сам не из Москвы, я из Курской области. Там у нас монастыри, если вы знаете, там икона... У меня брат священник. У нас с тарелкой не ходят по храму. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. Не, я понял. Просто я объясняю, с чем я сталкивался из-за ядра. Ну да, люди соблазняются на этом. У нас по-другому. Ну я понял. Вот если вы зайдете по скайпу, дадите звонок, я вам в течение трех минут все сокровища отдаю. И там можете теперь задавать любой вопрос. Любой. Интересно. Я напишу обязательно. Я посмотрю. У меня вышло из печати 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. 64 страницы светлых фотографий. И мы проехали из Барнаула до Владивостока. Команду образовали. Три человека. Два проповедника, дальнобойщик. Ну один тоже шофер. И потом мы забросили по 4 тонны груз в разные места границы. Дошли в Португалию, Скандинавию, Прибалтика, север Турции. 650 библиотек получили от нас подарок. Вот в Москве у меня в библиотеке Ленина, парламентской, исторической. 650 библиотек. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. Это никто никогда не сделает. Звели финансирование. Нигде. Люди помогают. У меня нет ничего. Примерно месяца два назад у меня стихи переиздали. Четырех томных. Каждый том 880 страниц. Количество знаков без пробелов больше, чем у 32 поэтов вместе взятых. Ну вы продуктивно, конечно, работаете над своими произведениями. Ну да. Ну да. Вот допустим, вы поэзию любите? Я люблю. Хотите, я вам могу свой стих прочитать. Ну давайте. Стих, которым я довольно... Ну, очень такой сильный. Я им горжусь. Я его многим читаю. Многим им нравится. Вот я не так давно своему яге читал. Сейчас я найду. Сейчас, секунду. Ну пока ищите, я вам могу свой стих рассказать. Святая Русь. Давайте, не свой, а я потом сломаю. Ладно, Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли, саму, тайгу и в югу, и расплодили нехристей воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенное нам, не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Сильно. А вот я на коробке... У меня, кстати, есть подобного тоже рода стих. Вот смотрите, я служил в морфлоте, а потом на корабле работал. Рыбац-хашхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал. Сметение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятия холодной волны над пропастью мглы с ледяною повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иные клянут капитана, стар меха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Фу, хороший кайф. Это все положено музыкантами и поется, и исполняется. Примерно 8 мои стихотворения в интернете поются. Блин, это хорошо. Слушайте, у вас такие стихи... Вот если вы по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, я все это скину вам даром. Все. И фильмы о нас сняты. О моей биографии три государственных фильма сняты, документальные. Один занял первое место в России, второй там эпизодически. Первое место на международном киноконкурсе. А кто режиссеры, кто снимал? Кузнецов Владимир Сергеевич. Кузнецов? Красноярский край, Кузнецов. А второй фильм ставил Малашин Юрий Николаевич, Новосибирская опь. Понял. Это документальные фильмы. И че есть? Я вот создал детский лагерь без помощи государства. Зарегистрировал в краевом отделе юстиции. Построить строение, набрать людей. Я 45 лет директор этого лагеря. Тысячи детей подняли без помощи государства. Ни копейки от них не было. Ну вот вообще, вы прям такие добрые дела делаете. Все правильно воспитываете подрастающее поколение. Хотя бы не даете им превратиться в амбецилов, которыми многие становятся жили на улице. А вот смотрите, я вам покажу. Вам видно, что это такое? Это ваша шляпа в виде... О, вот это флаг вненациональный, внеконфессиональный, вневременный. Все рождаются в крови. Буддисты, мусульмане, фашисты. Нужно думать о небе. И дальше Великий Белый Престол. Откровение Апокалипсис 20 глава 11 стих. Говорит, видел я сидящего на Великом Белом Престоле, от лица которого бежало небо и земля. Останется одно белое. Вот как. Русский флаг, это проповедь, которая дает намек, что Россия еще встанет во главе мира. Ну это очень сильно, да, скажем. Да, я вот вел занятия во всех отделах милиции, воинских частях, у всех триколор. Что означает, ни один не может ответить. Это я отвечаю. Это мне жена любимая так покрыла ее. Это вы сами придумали все эти обозначения? Я не придумал, я по слову Божию ответ нахожу. Библия говорит. Вот смотри, кто мне это шил. Жена ваша? Да. Очень хорошая работа. Золотые руки вашей жены. Ну вот так, по скайпу мы друг друга не потеряем. Скайп. Игнатий Лапкин. Обязательно. То есть вот просто вам написать в скайпе. В скайпе только звонок дадите. Писать ничего не надо. Будет звонок там. Скайп. Игнатий Лапкин по-русски или Игнатий 10 по-латыни там написано. Все. Вы на связи круглосуточно получаете? Почти. Или как? Какое время? Я сейчас ухожу на работу. Мне 84 года. Я приду, вижу звонок. Я вам сразу все скидываю. А кем вы работаете, Игнатий? Я жизнь работал. У меня власть советская глобила. По тюрьмам, лагерям. Не давали работать. Я прораб. Ну я 40 лет клал пещи по стране. То есть вы строитель по-прежнему? Я строитель, да. А жена учительница. Ну вы очень хорошие профессии довольно. Так все. Полеял. Вы можете сказать свое имя. Я скажу с какого языка, как переводится. С любого. Меня зовут Олег. Данил? Олег. Олег. Олег, чистый, скандинавское имя. А какие-то обозначения, может быть, есть? Ну или еще. Вы знаете, есть же вот у каждого имени свое какое-то... Перевод даю. Перевод. Вы скажите, родные, близкие, отец, мать, там кто называете. Я скажу, с какого языка как переводится. Любое имя? Да, имя. Я скажу, кто. Живое. Я расскажу биографию святого, от которого имя взято. Перевод имени. С какого языка? Давайте, например, Алина. Алина нет такого. Есть Елена. Если она Алина, то будет Елена. Елена означает факел по-гречески. Факел горящий. О, понял. Огонь. То есть огненная. Да, огненная. Огненная это Серафима. Понял. А Серафим же еще есть мужчина. Серафим? Да, мужчина. Огненный. Огненный. Серафим Саровский. Он же Серафим. Серафим Огненный. Она огненная. Понял. А у вас какой? Иннокентий. Я Игнатий. Извините, Игнатий. Игнатий по-гречески означает незнакомый, неведомый. А по-латынски огненный. А, то есть вы еще и огненный. Да, еще из другого языка. Вот один тут зашел сегодня. Ну, бывает. А у меня Андрей русское, то еврейское имя, я говорю, означает храбрый. Сегодня один говорит, а меня Данил зовут. Я говорю, Бог, судья мне Бог. Три слова. Еврейское имя. Данила, судья мне Бог. Судья мне Бог. Три слова. Вот Михаил. Данила. Михаил. Михаил не кто, как Бог. А если Ил стоит впереди, Илья, то Бог моя крепость. Ну, так, я жду в гости. Скайп. Звонок. А где, слушайте, а где вы вообще территориально находитесь? Барнаул. Алтайский край. А, вы на Алтайе живете, да? Да. Мы тут с Барнаула проехали до Владивостока, там создали... Он стихотворение хотел сказать. А? Он просто стихотворение рассказать. Ну, давайте стихотворение рассказывайте. Давайте, давайте. Я прочитаю вам. Привет, моя иллюзия. Скажи, зачем иду я и куда? Мне кажется, что облака мне падают под ноги. Под теплым одеялом лютый холод. Привет, моя иллюзия. Скажи, когда конец и навсегда. Ты уходи, моя иллюзия, под грохот грома в майский теплый дождь. Меня так манит запах сжженой серы. Сквозь сон стараюсь разобрать на ощупь, куда пропали мои мысли и когда протухла плоть. Ты уходи, моя иллюзия, но подари мне на прощание трость, Которая поможет мне, когда, забыв про свет, который светит в ночь, Я буду падать, спотыкаясь вновь и вновь, О старый почерневший гвоздь, не понимая, почему встаю я снова, Которая поможет мне понять, что я еще живой, Что все же правда взята за основу. Наверное, я наивен, как дитя и как старик слепой, И никогда не обрету покоя, но буду знать, что ты всегда со мной. Ну вот видите как, иллюзия. А теперь иллюзий не будет, одна истина во Христе Иисусе. Ну да, это знаете, я такой про иллюзорность мира. Ну вот вы поняли, как ржавый гвоздь, так и стояли. Это мир неверующих в мире, 8%, Которые говорят, Бога нету, Ну и дальше агностики, Атеисты, 8, Но на них падает примерно 99% всех преступлений мира. Почему? Бога нет. Надежда Константина Крупская говорила, Религия узда для масс. Сняли узду, Репрессии начались, А друг друга уничтожать. Слушайте, у меня еще вот один стих есть, Вы читали такой, какой-то такой более, Более, ну не то, что жесткий, А такой более радикальный, Вот у меня тоже такой есть. Нажмите на кнопку террора, Закройте правдивые рты, Вас больше не тянет на подвиг свободы, Вам впредь не нужны протоки, Матгнетом диктата упали в осадок, Трясетесь от страха вины, Вам больше не чужды вранье и отрава, Несчастные смерти сыны. Зачем, для чего это слякать, На кой вам нужны эти сны, В которых вы величавые стадные Вершители судеб себя нарекли. Но знайте одно, Это только начало нашего света пути, Ведь все когда-то проходит однако, Так же пройдете и вы. По лужам босы идем, не стесняясь, К свету нам с вами не по пути, Наши круги, как круги ада в Данте, Лучше с дороги уйти, Пересекая лучами с экранов Неокрепши людоумы, Кричит пропаганда, Вон это стадо, Но стадо все-таки вы. Понимаете, все это... Хорошо, но у вас, понимаете, Нету концовки, Что Господь все разрушит, Земля кончится и будет страшный суд, О чем Лермонтов писал на смерть поэта. Есть грозный суд на перстике. Я хочу, я вам говорю, Что это еще не законченный стих, И у меня концовка, Там тоже что-то... Ну ладно, я просто говорю. Крушение империи там, У меня такие мысли были, Крушение вот этой вот темной империи, Там что-то, ну вот... Все это правильно. У меня тут стихотворение скинули о государстве, Потом я будем беседовать, Я скину похожее. Государство главный враг, И там показывает, что оно берет, А взамен даже душу требует отдать ему. Там один поэт такой есть, написал, По факту, на самом деле, Это, знаете, это даже буквально можно воспринимать, Потому что государство просит отдать за себя душу, Например, путем там, И пойти на войну, допустим, Это, можно сказать, отдать душу свою, Умереть там, и... Ну то есть... Ну ладно. Если буквально воспринять, То можно и так это консакт будет. Всего хорошего. Давайте, скайп, Игнатий Лапкин, звонок. И мы друг друга не потеряем. Я обязательно позвоню, Игнатий. Надеюсь, мы еще с вами пообщаемся. Очень приятно было. Все, отхожу с Богом. Скайп, Игнатий Лапкин. Спасибо.